Садовый прицепной опрыскиватель Dobergmed серия AgroProfi 2000. Вентиляторная группа с V-образной надстройкой. V-образная надстройка имеет высоту 2 метра 80 сантиметров. Диаметр вентилятора 85 сантиметров. Данная пирамида оборудована 18 форсунками, соответственно по 9 форсунок на каждую сторону. Клиренс опрыскивателя 40 сантиметров. Достаточно высокая модификация. Как мы видим, установлены очень мощные колеса. Задняя ось имеет возможность регулировки по тангажу и по колее. Давайте поближе посмотрим, что мы здесь видим. Вентиляторная группа оборудована редуктором. Двухскоростной редуктор. Двухсторонняя форсунка. Соответственно в данном случае форсунка установлена в транспортном положении. И тогда, когда опрыскиватель приедет к вам в хозяйство, данная форсуночка станет на свое штатное место. Сечение у форсунки с одной стороны 1 мм, с другой стороны 1,2 мм соответственно. Внутри пирамиды мы видим специальные пластиковые дефлекторы. Они нам необходимы для регулировки выходящего потока. Соответственно задняя ось, как я и сказал, имеет возможность регулировки по тангажу. Соответственно мы можем выставить центр тяжести на опрыскивателе. Каким образом? Переставляя эту ось по раме, по специальным отверстиям, выставляем так, как нам нужно для корректной работы. И соответственно подбираем свою необходимую колею. Такая возможность тоже у нас есть. Значит сзади, в нижней части опрыскивателя мы видим защиту, которая предотвращает попадание всякого разного мусора, веток и всего прочего в вентиляторную группу. Давайте посмотрим, что у нас установлено в передней части. Здесь мы видим соответственно емкость цельная, без всяких паек, склеек. Емкость цельная, изготавливается таким образом, что не имеет никаких стыков. То есть емкость полностью цельная. Здесь мы видим двухмембранный насос, мощнейший насос. Значит имеет возможность перемешивания, самозакачки. Это классика уже. Значит по мощности насос 150 литров в минуту. Демпферная камера, необходимая для стабилизации давления. Соответственно это подмешивание нам в общем помогает бороться с осадком, чтобы не было осадка у нас в бочке. Слева и справа такая функция здесь стоит. Соответственно распределитель. Значит двухконтурный на две магистрали. Лево-право. Манометр. Ручка для регулировки давления. Специальный флажочек. Он нам нужен для переключения режимов работы насоса. То есть это будет либо распыл, либо будет система байпаса активирована. Это значит перемешивание, приготовление раствора, подмешивание. Значит здесь мы видим специальный кран для переключения, откуда будет брать насос воду. Из основного бака или же из бака для чистой воды. Переключаем этим краном. Значит фильтр для жесткой очистки со сменным фильтром. Сливной кран. Общий сливной. Здесь мы видим клапан для забора воды, для самозакачки. В комплекте идет шланг. Шкала. Так называемый мерник. Емкость для мытья рук. В задней части установлен специальный бак для промывки системы. Здесь на редукторе видим ручку, которая переключает режимы работы первая, вторая и нейтраль. Соответственно отображено все на картиночке. Вот он, вот он этот зверь. Я считаю он вам очень понравится. Поэтому обращайтесь в компанию Агроформат. Вся актуальная информация по цене, по характеристикам. Вы можете ознакомиться на нашем сайте agrofort.ru Всего хорошего, друзья!